Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 5 глава, 9 стих. Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Просто блажен в 9, это новая заповедь, называется меньшая. То есть юнейшая, 1600 лет, от того, что сказал Моисей. Блаженны нищие духом, поется всего. Блаженны миротворцы. Если это блаженство нас не касается, Псадство Божие не войдет. Кто нарушит одну из малейших заповедей стих? Это очень серьезные вопросы. Сегодня вообще люди этого не знают. Везде и всюду беспорядки, недовольства. Вот люди, юноши, девушки полюбили друг друга, согласия родителей. Мало того, еще и поменчаются. В первые 4 года развод 84,6% из 1846 разведутся. А детей воспитывать некому, потому такие и растут. Где миротворцы? В Польше придумали так мирить. Мы решили разводиться. Пожалуйста, считайте устав наш. Арестовывайтесь. На две недели. В одной камере. Одна постель. Одна чашка. Одна ложка. Через две недели подадите снова заявление. Неделя только прошла и говорят, не надо нас разводить. Мы друг другу нужны. Простое свойство. Вот эта широта, пространство, оказывается, не всегда объединяет, а разъединяет. Далее. Что разъединяет людей? Свои и чужой. Если Господь благословит, по милости его. Завтра постараюсь раскрыть эту тему более обширно. Что такое чужой? Чужой раздирает. Свой соединяет. Бывают молодые ждут, когда родители приедут и как-то все-таки сможем помириться. Государства обещаются друг другу. Подписывают акты, пакты о ненападении. И вдруг узнают друг за другом, что оба готовятся к войне. Не на стороне, а друг на другу. И один опережает другого на две недели, который думал напасть. Это Великая Отечественная война. Быть миротворцем – это единственное блаженство, за которое обещается что? Считай раз еще. Сынами Божьими. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Сынами Божьими. Сыном Божьим называется Второе Ристо Троицы. Ни за одно блаженство не обещается это имя. Там, где Сын Божий в вечности, там нет разнобоя какого-то. Все единодушие. Я и Отец одно Христос говорит. В раю надо было мирить кого-то. Нет. Потому что слышали голос сходящего Бога. Беседовали. Это мы находим из Священного Писания. А когда? А вот теперь примирить. Адам согрешил. Мы многого никогда не поймем. Но согрешил. Вот по-человечески так. Вот сейчас осень. Ну явно эти там другие деревья приносят плоды. Плод одень сорвать. Ну какая же это вина? Это он как ребенок одану. Он ничего не знал. Мы не знали, что не разрешается. Оказывается, не разрешается. А мы все время это делали. У него даже понятия об этом не было. Содрогнулась вся Вселенная. Звери, птицы, рыбы. Все сделали смертными. Все поколения до нас сделали смертными. Хотя бы как Адам. Павел говорит, и не согрешили. Но гнет это не все. Как это перенеслось? И дальше. У Адама родится Сиф. Уже не по образу Божьему, а по образу Адама. Да, жили долго. Мафусаил прожил 969 лет. Если 96 лет сегодня человек, это долгожитель. Это всего лишь в 10 раз меньше. 969 лет. Даже такая еврейская легенда. Когда он умер, Господь говорит, тебе жизнь показалась злиной? Он говорит, нет. Будто в одни двери вошел, в другие вышел. А хотел бы ты еще жить? Да, но второй раз придется умирать. Он говорит, конечно, тогда не надо жить. То есть участь того, что мы смертные, побеждает жажду жизни. Итак, мы говорим о мире. Призовем свидетелей. У меня опыт есть. Приходилось мирить большие общества. Когда люди даже не знали, какой я веры. И надо было видеть, какая-то радость неописуемость. Слезы, объятия, поцелуи. Общества соединяются вместе. Это только Бог может делать. Мирить надо. Но где надо мирить? Ну, бывают люди оба грешники и что-то не поделили. Нас это не касается. Речь над мир во Христе. Все грехи мира, от Адама до последнего, Иисус взял на себя. Берет грех мира. Да как может вся, не знаю. Но почувствовать можно, нельзя. Мы даже верить написанному. Он, Иисус, взял грехи мира на себя и понес на себя. 1,29 Евангелия Тиана. Простирает руку Иоанн Креститель и говорит, вот агнез Божий, который берет на себя грех мира. И мой грех. И когда мы это будем знать, и каждый где-то день согрешаем, не так смотрел, не так думал, да мало ли что было. И Он этот грех распинал его. Он не просто распят был за грехи мира. Златонус говорит, усваивать это надо. Это мой грех его распял. Он умер за весь мир. Я должен сказать, за меня. Вот тогда у тебя будет чувство совершенно другое к Иисусу. И ты сейчас будешь повторять это имя, которого демоны так боятся. Мы сейчас прочтем несколько мест писаний. 19-20. Иакова 3-18. Если пожелаете узнать, записать, легко будет взять и прослушать потом. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Ты хочешь по правде же и будь мирным. Если не мирным, ну бывает, что человек только появится, и все расскандалили уже. Он находит... Ну это одержимость бесовская. Это тоже талант. Людей поссорить между собой. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Плод правды. А мы желаем от Бога, конечно. Чтобы плоды наши были добрые, в Духе Святом, в Любви. Мир должен быть. А какие условия молитвы, чтобы Бог услышал? Мне на еле пришлось молиться, когда решалась участь большого дела для нас. Я не слышал между собой. Я только взывал Бога. И мне казалось, небо приспустилось. Я разговариваю, как будто вижу Иисуса, Божью Матерь. Я забыл, где я нахожусь. Вот такое редкое состояние. Состояние мира. Плод мира. Это Бог дает. Никакой нашей заслуги здесь нет. Мир, дай нам, Господи, мир. Нам сказали. У вас такая маленькая деревенька. И что же вы один на другого-то так? Но у нас нет один на другого. Это друг на друга, я говорю. Друг на друга. Если с одной стороны, в ответ ничего не предпринимаем, мы молимся только. Никакого худого слова перед Богом не говорим. Да везде это такое. Я сказал, какой процент. Где маргой взяли, который год отслужил, это старичок считается. А я служил в маркоте, было 4 года. Во времена Суворов брали вами 25 лет. Ну 25 лет, это полжизни считай. И как они молодых учили, солдат. Особое внимание ему сегодня не так. Всяческие издевательства над молодыми, оттуда гробы катятся. Ну вы слышали, как татарин этот, Макуздинов, Равель. Легли спать, он восьмерых расстрелял. Сразу президенту страны довели. А что, издевательства были, насилие, безобразие. Говорят, а почему же офицерам не сказал? Он говорит, они как раз и делали это. Когда считаешь, это невозможно. Он такой кроткий, лицой вот такой вот. Никогда не подумаешь. Он выхода никогда не сказал. Эту ночь мы тебя насиловать будем. Не мир все, люди, а зло, не зная Бога. А ты бы там был сумел, там уже нельзя ничего сделать. Только уйти оттуда. И это случилось. Восемь гробов сразу повезли. Ну, осужден. Ну, освободятся равно. Но примерно, в основном, поздно возмездие наступает неожиданное. И те, которые убиты, они этого никак не ожидали. Притом, это не первый случай. Намного больше бывает. Первое Петра 1-2. Апостол Павел приветствует. Петр приветствует. Из чего желают они? Первое Петра 1-2. По предвидению Бога Отца, при освящении от Духа, послушанию и окроплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Кровь Христа, она мывает нас, мы мирные люди, и благодать и мир да умножится. Мир умножать надо. Не просто я мирный, за стенку спрятался никуда. Нет, на переднем крае фронта. И ты должен знать, примирение возможно. То, что везде какая-то ориентация дается. Муж – глава, жена – тело. А она придумала, а куда шея повернется, туда голова. Шея не может думать, она поворачивается туда, куда голова скажет. Большинство разводов именно по вине женщин. Фронтизация называется. Равноправие. Ну какое же равноправие, когда Бог так установил. Еще в район сказал, будешь рожать в муках. Твое влечение будет к мужу. Твое. Если бы это все преподавали, да с малых лет, наверное, было бы не так. Мы должны к этому прийти, к сознанию, если не знаем этого, чтобы другим показать. А вы, сестры, слышите это, и других научите. И своих, молодых, говорит, старец, учите молодых любить мужей. Да я же вышел по любви. Нет, ты еще не знаешь, как надо любить. Как ему трудно, где он бывает, где ездит, какие опасности, как встречаешь. Ты виду не покажи, что устало и прочее. Я говорю, это слова мусульманки, которые учат своих сестер, как обращаться с мужьями. В римлянам. Так, 1 Петра 5, 14. Приветствуйте друг друга, лапзанием любви. Мир вам всем, во крести Иисусе. Аминь. Мир, а если мира нет, какая любовь? Я тебе на тебя глядеть не хочу. И Петр непрерывно говорит об этой любви. И любовь с миром. Они соединены вместе. Где мира нет, там самохотение, захватывает все. Римлянам 2, 10. Это приветствие Павел дает. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе. Во-первых, иудею, а потом и елену. Делать добро будет мир. А бывает так, что никак нельзя сделать в мыслях, в молитве проси мира. Мы знаем, что князь Едеский, когда услышал, что Христа распяли евреев, он сразу призвал войска идти в войну и наказать иудеев за то, что распяли. И вот это единственное письмо, это житие его, князь Едеский, которое написал Христос своей рукой. Так говорит житие. 5, 10. И не довольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы получили ныне применение. Мир с Богом. Господи, а как? Верою. Поверь, тут немного надо. Иисус умер за меня. Я грешник. Мое место в аду. Но он говорит веру, ты получишь спасение. Верующий в Сына Божий, медь, жизнь вечная. Неверующий не увидит в жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Вера, вера, это есть дело. Итак, какое дело? Чтобы веровали в Того, Кого Господь послал за нас умереть. Ты непрерывно это повторяешь. Что бы где ни было, я не свой. Я себе не принадлежу. Я бы поступил вот так с тобой, но Иисус мой, умерший, выкупивший меня от смерти, от бездны адской, сказал, иди твори мне, подражай ему. Будь готов и умереть, если придется за свою жену, за детей. Не просто так, а с верою. Чтобы они это могли понять. Как дорого они теперь стоят здесь. 8.5. Кремленам. Господствующих в то время церкви. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. О духовном это мир. Так считай, Римном 8.5. Смотри еще раз, я же не ошибся. Хорошо. Вот в этом и духовность заключается. Где бы ты ни пришел, там будет мир. Иногда людей призывают. У евреев были свои за деньги, нанимались плакарщицы. Кто-то умер, их нанимают, они рыдают, присчитают. Да, кого ты нас покинул? Как мы тут жить будем? Это у них заучено было. Их учено это плакать. На похордах. Как у нас бабки любят за покойников считать, им платят что-то. Сороковуста разное. 10.15. 10 глава, 15 стих. И как проповедовать, если они не будут посланы? Как написано. Как прекрасны многие благовестующие мир. Благовестующие благое. Благое это, в первую очередь, мир. Мир с Богом. Перемиритесь. Да я и так мирно живу, нет. Пока человек не покаялся, не принял жертву Христа во вражде с Богом. Чтобы принять Иисуса, достаточно воззвать к Нему в молитве. Господи, прими меня. Я потерянная драхма, найди меня. Я потерянная овца, заблудилась. Найди меня. Сам на себе человек. А я хочу, поверю, хочу, нет. Если ты желаешь верить, ты должен знать, это великий дар. Вера. 2 Коринфянам 1.2. Приветствие. Когда письма пишете или звалить кому-то будете, не забывайте говорить. Мы заходим в дом, другие говорят, здорово живите. А ты скажи, мир, дом, у сему. А если они недостойны, мир к вам возвратится. А если не примут, отрясите прах. На суде Божьем эта пыль будет поднята. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Вот от кого. Благодать и мир, пришлищие из Иисуса Христа. Он источник мира. Со Христом, если знаем, что мы смертные, помни, что мы умрем. Каждый. Помни последний день и вовек не согрешишь. 2 Коринфян 5.19 Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Православные вообще этого не знают. Ходить в храм, ходить в крестные ходы, к мощам, то есть знают о внешнем как-то, во церковище. Да нет такого слова, как свечку подавать через какое-то плечо. Еще раз прослушайте. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Слово примирения. Кто-то я, кто такой? Тебе не надо об этом рассуждать. Всегда она блудится, знала бы, кто прикасается. Он сказал, иди в предни греши. Она пошла более очищенно, чем те учителя, которые сидели, учили, смотрели на нее с презрением. И она знала, что волосами ноги отирала, больше мы ни где не встречаем. Галактум 5.22.26 Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые крестовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Кто нам такое письмо может написать сегодня? А это Галата получили. Галата, языческое какое-то племя. И вдруг такая программа, такая высота. Да мы этого не можем сделать. Мы борождаем, как он у киргизов, клан с кланом воюет. Сами все одинаково, но только у них от того-то происходит. Это часто бывают суниты, шииты, гусульман, православные, которые эти православные. Сколько воин было. Вот Александр, Невский, там ледовое побоище и прочее. Любви-то нету и мира никакого нету. А что бились? Суворов там где-то вальпо был. Где это? Нигде ничего нету. Все что-то где-то захватывали, захватывали. Вдруг развалилось, как будто щрево разорвалось. На Аляске русские были. Все ушло. Вспомните, где порт Артур. Для чего это все нужно было? А солдаты умирали. Домой не возвращались. Орлядали матери. Кормисты потеряли. Мира не было. А вот там при царе было, при царе много войн было. Нахватали, не поглотили. Мы сегодня должны говорить. Господи, дай нам мир со всеми. И где сейчас воюют. И где-то что-то делают люди. Не нашей нации. Везде нужен этот мир. А тем более мы знаем конкретно, сейчас, в данный момент, русские люди где-то православные, с православными воюют. Я никого не оправдываю, не осуждаю, но мира нет. А как это сделать? Это только Бог знает. Где показать? Главный грех это творят дело Божие небрежно. Ереме 48, 10. Проб, что это дело Господне делает небрежно. Поэтому не маши просто рукой, а положи крест на знамение. Где шрево твое? Правое, левое. Поклонишь, чтобы рука могла пол достать. Не надо доставать, но проверь себя. Не маши просто рукой, небрежному маханию руки, бесы радуются. Мы их не видим, они здесь. Ян Златоуст. А какой мир будет, когда здесь? Демона, что им делать? У них святые. Приходите с букетами, кладете. И они святые берут и кидают. Видят, святые в житиях написано. Кому святок прилип, а другого отскочил. А кому прилип, он ищет благовидную причину поскорее уйти. Слушать не будет. Слушать, святок попал. А другого по глазам провели, как покойник. Он сидит, заснул. Что не говорит, только видишь, чтобы не свалился со скамейки. В данный момент спят. Вот я говорю, и они даже не видят это. Страха Божия нет. Проснитесь, сестры. Проснитесь. Проспали жизнь. И приходите в храм отдохнуть. В огороде ты как трактор работаешь. Усталости никакой нет. Псалом 27.3. Салом Певец Давид призывает нас к этому. Салом 27.3 стих. Бумага так тонкая, поэтому так неудобно. Не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. Три тысячи лет назад это было. Этих людей нету. Они ушли, и прах, и стрелы, и костей нету. Теперь бы, когда они там находятся, мира нет, что бы они были? Пошли Лазарь. У меня там пять братьев. Большая семья была. Пусть он расскажет им, чтобы они не пришли в это место мучения. Что отвечает Авраам? У них есть законы и пророки. Златоуз говорит так. Воскресить мертвого, это меньшее чудо, чем человеку дать Евангелие. У них есть законы и пророки. Пусть слушают, и сюда не попадут. Когда он в огне горел. А мочи конец перста и охлони язык. Ну попробуй, когда во время жары пить охота где-то в огне. Дождавь, пока донесешь палец на сухой. А там огонь, в огне мучается. Он не просит стакан воды или сколько мы с собой берем иногда. Вот, работали здесь, 5-литровые брали. И все не хватает. Говорят, да тут как в аду. В аду нет покаяния и нет воды. Запомните это. Разница очень большая. Здесь есть возможность раскаяться и воды сколько хочешь. Хоть залейся. Салон 34-20. Это в разные периоды жизни своей. Давид испытал все и оставил нам. Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы. Видите, такие люди. Составляют замыслы. Мира нету. И это 3000 лет назад было все. Мы это считаем здесь и должны взять в себе. Тебе это не нравится, когда воюют вот эти глаза? Ну, прими к себе, чтобы никогда с тобой этого не случилось. Все это временное, временное. И кончится внезапно. И ничего нету. Так. Псалом 119-7. Я мирен, но только заговорю, а не к войне. Как ненавидят человека. Я только заговорю. Говорю о полезном там, о погоде, о простых вещах. Он сразу на войне уже. Я только заговорю. Они сразу за оружие хватаются. Терпеть не могут, смотреть не могут. Это было все тогда. Ты сам повторяй для себя. Только я заговорю. Я заговорю о божественном, а не к войне. А война-то проигрывается. А почему? Большинство не решает вопросы, а решает прибытие Господа. Там, где Господь, там большинство. Где Господь, там победа. Где Господь, там благословение, там мир. И Господи, прибудь с нами. Мы должны научиться молиться краткой молитвой. И семьей, и всюду. Прибудь с нами. Промолчи, не убудет тебя от этого. Жена-то учится в безмолвии. И учить жене не позволяю, но не властвует над мужем. Скажи, когда ты выполнил хоть один день это? Муж заговорил, зато он говорит, вышла замуж. Превратись в камень. Ничего себе. А я училась для чего? И она знает, как на каждое слово два слова сказать. И припомнить то, что десять лет назад было. Любить им мужей своих. Так, Лука 14.32. Иначе пока тот еще далеко, он подождет к нему посольство просить о мире. Мир. У нас такая ситуация. И выигрыши на сто процентов. И речь зашла о мире. Что избираете? Мир. А потеряете что-то? Все пустой мир. Вот одного тут генерала сильно осуждали. Знаете, Чеченская война была вторая. Он говорит, мир. Каждый день гибло вот столько-то. Каждую неделю там несколько миллиардов денег уходило. Сейчас мир. Я дал мир. Но кому-то не угодно было, и он погиб. Я дал мир, говорит Господь. Я умер за вас. Я примирил вас с Отцом Небесным. И поэтому он возносит свою плоть в день Вознесения. Христос. И показать это начаток. Начаток это из земли. А вторичное это душу вдохнул. И Господь воплотился от Девы Марии. Это начаток тела. В лепоту облечился. То есть облегся в тело человеческое. В красоту человеческого тела. Больше красоты, чем человеческий, в Татьяну нет еще на земле. И он эту плоть вознес к небу и Отцу показывает. Отец, я умер. Это образно, так сказать. Я умер за них. И мы кланяемся к кресту. Не к кресту. Кланяемся. А к кресту, на котором Христос распятый, надо добавить. А не просто крест. Крестов много. И на аптечках, и везде они были. Мы верим, он умер за нас. И кровь свою пролил. Страданием на кресте меня он искупил. Захария. Восемь и шестнадцать. Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Поистине и миролюбию судите у ворот ваших. Видите. Миролюбцем быть. Это этим надо жить. Я в жизни своей миролюбцем встречал, может быть, один раз только. Просто нейтральную позицию. Я никого не трогаю и ко мне не лезь. Не пойдет. Кто нарушит одну из малейших? Блаженный, нищий, двух облаженный. Это все девять заповедей. Одну не выполняешь, и уже ты не войдешь. Малейший наречется в Царстве Небесном. Ну, в Царстве Небесном. Царством Небесном называется пришествие Христа. Где Христос, там Царством. Он будет малейшим. Девять этих блаженных плащущих. Ты когда последний раз плакал на молитве? А я обратился к Богу 23 года. Работаю на море. Сто процентное здоровье. Деньги, все есть. И можно дальше дать. А когда прочитал плакать? А я плакать не умею. Смеяться умею. Прыгать умею. Спортом много занимаюсь. А плакать не умею. И Господь знал, что я люблю, чего желаю. Могу сказать, какой-то вечер был, не знаю, что-то собрались. Меня пригласили верующие, протестанты. И какого... Библию тогда достать это невозможно было. Достали. Она 66 книг была. Такое вот издание. И ждали человека. А он не приехал. А у меня уже был Евангелие отдельный и даже Новый Завет. А Библию я знал, что не достать. И вдруг один встал и говорит, вот этому братику, молодому, давайте подарим Библию. И дали мне Библию. Я когда в руки взял, я как будто бы со стороны взял на себя. Стоп. Я вышел, где раздевается, в раздевалку, уткнулся в одежде, и меня больше они не видели. Я все вечер проплакал. Так что организм даже обезвоживается начинает. Я испытал это. Это приходилось делать неоднократно в Барнауле, Покровском соборе. Когда священники не хотели проповедовать, я выходил, и отец Кирилл написал, часами стоять на коленях и непрерывно плакать. Это дар Божий. Если нет, увы, прости его. Что-то тебе было хорошее, ты потерял. Ну, видели даже, воины плащут. Потеряв друга, то-то. Утираю слезы президент. Мы живем на земле. Самое ценное. Когда я подумал, что у меня нет Евангелия, я сказал следователю, когда сидел, разговаривать не буду больше. Все, последнее слово. Пока не принесешь мне Евангелие. И он привез меня от Гедеона в маленький Новый Завет, в Псалфеере. Ставьте такие условия. Без Евангелия мы многое забудем. И еще. 1 Тимофея 3.3. Я делюсь опытом. Апостол Павел 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 Павел, который к этому прибегал. Это сильное свидетельство. Если я пережил это, это означает и ты это будешь. Ты только пойми, что выпросить надо. Это дар Божий. А что особенно тут? Я же прошу не богатца слезы. Я пью столько вода, а через глаза почти не выходит. И когда ты это знаешь, это такая радость. Я скажу, как выпросил брата моего, который смещенник. Когда у него не ладно было в армии. И сообщил он об этом. Я дальше уже не могу сказать. Тогда два дня не работаешь, тебя судить будут. Тунеядство. Я тоже сдал инструменты на поясе туда. Пробрался в воинскую часть. И не вылез оттуда. Было переодетый. Через забор перелез. Сейчас не могу сказать. Пока он не встал на ноги и не получил обратно веру. Он потерял ее. Молодой человек. Вот. И сколько было, я все плакал. У меня лесу сделалось просто как пощерневшее. Я и плакал, и плакал. И вот на этой волне слез он поднялся. И теперь у нас он батюшка. Книга Евуа, 8-6. Иов. Иов перед Псалтирем. Она мне по порядку. Добавлялся. Несколько дней надо рассмотрел. Где лучше места писания взять. 8-6. Если ты чист и прав, то он ныне же встанет над тобой. И умиротворить жилища правды твоей. Весь мир. Не присутствует где-то. Чужой расстроит все. Надо молиться об этом. Чтобы был мир. Что сказали где-то. Да я там одно только слово сказал. Этого достаточно, чтобы мира в семье уже никогда не было. А надо ли это говорить? Есть такое выражение. Не скажешь, один раз пожалеешь. А скажешь, сто раз пожалеешь. А я кто-то знаю. Вспомните рассказ про Сократа. Он только одно спросил. А ты уверен, что это так? Нет, не уверен. Так, ты хочешь мне рассказать, в чем не уверен? Так, а товарищ мой, когда узнает, он лучше ко мне будет относиться? Про твоего товарища столько узнал. Да нет. Значит, ты хочешь рассказать, в чем не уверен, что лучше ко мне не будет относиться? Вот это не надо, я еще не буду говорить. Очень просто. Это язычный, язычный мудрец. И он поставил вопрос, и перед тем скволыжник, который пришел что-то рассказать про другого, узнал. И тогда не буду говорить. Он только где-то расстраивает. Бывает, жены говорят, болтливы, ходят из дома в дом и говорят, чего не должно. Павел пишет, болтливы. Ну, женская природа, свойственная ей. Притча Соломона, 12.20. Еще два места. Коварство в сердце злоумышленников. Радость у миротворцев. Миротворец. Это специальная миссия. Миссия в войсках. Вот в Карабах, Азербайджан, с Арменией воюют и русские. Войска туда вбились, с разрешением президента. Оба согласились на разделительную. То есть и те могут стрелять, и другие с двух сторон. Опять, вот когда мятеж-то был в Казахстане, то и опять войска туда кинули, до города была миротворца. И все прекратилось. Не убийство, ничего не отойдет. Вернулись все живые. И поэтому быть миротворцем, вот в такой ситуации, даже в военной, надо подумать. Конечно, мы не воюем, но у нас бывают другие схватки. В духовном плане. Колоссиным, 1.20. И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью Христа Его земное и небесное. Вот где миротворство. Мы дети Божии. Миротворец будет наречен Сыном Божиим. Христос примирил нас с Отцом Небесным. И мы должны видеть, где мы нужны. Где сказать, а где промолчать. Просто усилить молитву. Еще кого-то, чтобы не один молился, а два или три. О чем попросите, получите. А если мира нет, пришел, положи. Пойди примирись. Да кого-то, брак, не хочет примириться. Ну, тогда не о чем говорить. Там ничего и нету. Речь говорит о брате, которому ты что-то где-то досадил, и, знаете, знаешь, смутил его. Пойди прежде примирись. И тогда жертву, жертву называется молитва, Приди и молитву закончишь. Я рад, что сегодня опять мы коснулись Слово Божие. И ваши вопросы, ответы какие будут, вы их задавайте. В воскресный день занятия идут. И где-то себе записывайте. У нас приходят новые люди в интернете, которые стали получать ответы. Из других национальностей. Даже мусульмане. И Господь открывает им истину. Мы думаем, ну, такое простое было разговор. Нет, я это искал, говорит. Притом, я помещаю это почти каждый день. Богу нашему славу во веки веков. Аминь.